Ой, только что было сказано мною, что до последнего момента ничего кроме химиотерапевтических опций мы предложить не можем. И вот будем сейчас эти химиотерапевтические опции между собой тасовать. Итак, давайте начнем с вопросов. Пожалуйста, значит, кому я назначу адъювантную химиотерапию при трижды негативном раке молочной железы? При выявлении метастазов в региональных лимфоузлах, всем больным с трижды негативным раком молочной железы, при размере опухоли более 6 мм, то есть все, что больше Т1Б, вне зависимости от статуса Н. Пожалуйста, давайте проголосуем. А что мне нужно делать? Нажимать на кнопочку? Ничего, смотреть на экран на большой. Извините. Неожиданно. Многие мнения ученых разошлись, но факт такой, что как минимум половина присутствующих в зале готовы всем по факту выявления трижды негативного рака молочной железы назначать химиотерапию. Следующий вопрос. Какой из вариантов химиотерапии я не стану назначать в адъювантном режиме больным с трижды негативным раком молочной железы? 7 и F, 6. 4 курса АЦ, затем 4 курса по клитоксайлу в 3-х недельном режиме. 4 курса АЦ каждые 3 недели, 4 курса ДЦ-таксайл каждые 3 недели и 4 курса АЦ каждые 3 недели и 12 еженедельных по клитоксайлу. Ой, как интересно. Прекрасно. Ничего, пока не комментирую, пойдем дальше. Но я запомнила эти цифры. Итак, переходим к банальным вещам. Что мы выучили про трижды негативный рак молочной железы? Что это агрессивное течение, медиана выживаемости при трижды негативном достигает 2 лет, в отличие от около 4 лет, все-таки 3,5-4 лет при не трижды негативных подтипах. Меньший безрецидивный интервал, бестеральное метастазирование, пик прогрессии приходится на первые 2 года. Но есть категория больных, которые все-таки оказываются излеченными уже на этапе раннего рака. То есть адекватно проведена неоадювантная и реадювантная терапия позволяют говорить о том, что все-таки есть популяция излеченных больных. И это свойственно, хочу вам сказать, только для агрессивных подтипов, то есть трижды негативного и хер-2 позитивного. На самом деле не стоит забывать, что трижды негативный рак молочной железы – это большая-большая куча очень разных опухолей, очень разных пациентов, объединенных только отсутствием экспрессии рецепторов эстрогена прогестерона и хер-2 с суррогатными маркерами, а вовсе не биологическими особенностями. И, соответственно, гетерогенность свойственна для вот этой подтипа трижды негативного. Она феноменальная, начиная от клинической гетерогенности и заканчивая мутационной гетерогенностью, которую мы пока, к сожалению, в рутинной практике оценить не можем. И, соответственно, вот эта вот гетерогенность приводит к тому, что в зависимости от того, какой классификацией мы пользуемся, какие молекулярно-генетические тесты нам удалось посмотреть, вы можете увидеть, как отличается выживаемость этих больных, хотя все это больные обозначены трижды негативным фенотипом. Но так ли уж все плохо? Вот вам, пожалуйста, данные СИР, обновленные буквально в апреле 2019 года. И что мы видим? Мы видим, что действительно на всю популяцию именно больные с гормононегативным, хер-2 негативным подтипом, по сравнению со всеми остальными подтипами, имеют наихудшие результаты пятилетней общей выживаемости, как для Н0, так и для метастазово-регионарной лимфоузлы, так и для метастатического рака трижды негативного. А вот вам, пожалуйста, на самом деле мы не так много имеем вообще результатов зрелых и хорошо организованных исследований, посвященных конкретно по типу трижды негативного рака молочной железы. И, в общем-то, Беатрич – это одно из немногих исследований, которое было, а, инициировано давно, то есть мы сейчас имеем уже достаточно зрелые результаты наблюдений за этими больными, б, оно было посвящено конкретно больным, имеющим опухоль, которых и ультранный негативный фенотип. Я не буду вдаваться в само исследование Беатричи, они сравнивали, полезен ли биваться зума по дюванте или нет. А остановлюсь на тех результатах, которые были получены. Итак, результаты трехлетней безрецидивной и общей выживаемости. На самом деле 83% больных имеют трехлетний, это тот показатель трехлетней безрецидивной выживаемости, который получен у пациентов. Ну, в общем-то, посмотрите, из этих больных достаточно распространенная болезнь была. Почти 40% больных имели пораженные лимфоузлы, и почти большая половина больных имели размеры опухоли по все-таки больше 2 см. Пятилетняя общая выживаемость на самом деле тоже очень впечатляющая. 88% больных имеют, не имеют признак, точнее живы, получив в качестве одювантного лечения стандартные, поскольку исследование давно было инициировано, режимы химиотерапии. И вот как это выглядит на графике. Это общая выживаемость. Согласитесь, что такие кривые мы видим, в общем-то, часто у больных подтипов, которых мы относим к относительно благоприятным. А так вопрос, можно ли обойтись все-таки без одювантной химиотерапии. Неплохие данные были представлены в 2014 году. Были проанализированы, пускай очень небольшое количество, но все-таки достаточно для того, чтобы составить свое представление, пациенты, имеющие очень ранний рак Т1А, Т1Б. И что мы видим? Отсутствие химиотерапии даже у этих пациентов, у которых опухоль малюсенькая, меньше сантиметра, приводит к тому, что мы видим, насколько ухудшаются результаты выживаемости этих больных. И больные, которым провели химиотерапию, особенно для Т1А, конечно, пока я не готова обсуждать эту популяцию больных, как кандидатов для одювантной химиотерапии, но тем не менее мы видим, что ни один из 25 больных, имеющих опухоль Т1А, и получивших все-таки одювантную химиотерапию, на момент наблюдения и представления этих данных, на этапе пациентки 5-летней выживаемости, не имел признаков события, то есть были живы. И лишь незначительные пациенты, и смотрите уже на каких периодах жизни, после где-то 5 лет наблюдения, были отмечены единичные случаи смерти, и оценить однозначно, с чем они были связаны, нам не представляется возможным. Показана ли все-таки одювантная терапия при первой стадии трижды негативного рака молочной железы? Ну, первая стадия – это уже большая популяция больных, это уже опухоли, в том числе и больше сантиметра, в частности Т1С, и посмотрите, насколько влияет размер, сам по себе уже размер опухоли, на результаты выживаемости, особенно если мы не используем опцию одювантной химиотерапии. Четырехлетняя общая выживаемость больных с размерами опухоли более сантиметра на менее двух, Т1С, различия в четырехлетней выживаемости у этих больных, получивших и не получивших химиотерапию, были более чем серьезные, составили более 14%, что стоит задуматься о том, насколько это важно. Итак, мы определились, что все-таки все, что больше 5 мм от Т1Б, с Т1А не готово, но с Т1Б – это уже кандидаты для того, чтобы обсуждать одювантную химиотерапию, поскольку даже у этих больных мы уже видим существенное улучшение результатов отдаленных при использовании химиотерапии. Каков же оптимальный режим одювантной химиотерапии? Мы обсуждаем вторую-третью стадию заболевания. Начнем издалека. Старое доброе начало нулевых, когда стало понятно, что добавление поклитоксела к классическим режимам антрациклин-содержащим при гормононегативном ХЕР2-негативном раке молочной железы существенно улучшает выживаемость. Следующим шагом было то, что уже представлял на самом деле Данил Львович, но и в этом исследовании была часть больных, опухоли которых не имели экспрессии рецепторов эстрогенов и прогестерона, так называемая относительно благоприятная подгруппа больных, где сравнивался 4АЦ против 4ТЦ. И что было показано, обращая внимание, что это исследование было насыщено благоприятными пациентами. Если говорить о трижды негативном раке молочной железы, всего 30% было в этом исследовании таких больных. И по результатам оценки выживаемости этих больных мы видим, что использование ТЦ, как и во всей популяции, и для трижды негативных пациентов имеет преимущество по сравнению с АЦ, но, оговорюсь, это касается только больных благоприятного прогноза. Последовательное применение антрациклинов и токсанов на сегодняшний день является стандартом адювантной терапии. В том числе и при раннем трижды негативном раке молочной железы мы ушли от комбинаторных режимов, включающих одновременно антрациклины и токсаны, а используем последовательное значение в начале антрациклина, затем токсан содержащего режима. Оптимальным вариантом токсанов в токсан, содержащем этапе адювантной химиотерапии для больных опухоли, которые имеют тройной негативный фенотип, признанным является еженедельное назначение поклитоксела номером 12. Объединенный анализ больших рандомизированных исследований, посвященных вариантам адювантной терапии ABC, позволяет нам сделать следующие выводы в отношении адювантной терапии трижды негативного рака молочной железы. По результатам этого объединенного анализа, опять же, говорюсь, 30% больных опухоли имели тройной негативный фенотип, и что было получено. Последовательное применение антрациклинов и токсанов оптимальный вариант адювантной терапии при раннем трижды негативном раке молочной железы высокого риска. Причем, как вы видите, по поданализу, использование такого подхода позволяет достоверно подтвердить, что именно последовательное назначение и токсанов, и антрациклинов является оптимальным для этих пациентов. Последовательное применение антрациклинов и токсанов это оптимальный вариант адювантной терапии для больных с ранним трижды негативным раком молочной железы. Обратите внимание, как хорошо могут течь дальнейшие жизни этих больных, если лечение проведено правильно. И встает вопрос о том, что мы можем еще более усилить воздействие на этом этапе, а именно использовать дозоуплотненные режимы. В том году в Сан-Антонио был представлен метаанализ 25 исследований, посвященных дозоуплотненным и дозоинтенсивным режимам химиотерапии. Данный метаанализ продемонстрировал однозначное преимущество дозоуплотненных и дозоинтенсивных режимов над стандартными, и это касалось в том числе и рака молочной железы с трижды негативным фенотипом. Оптимальным вариантом токсансодержащего этапа лечения для трижды негативного рака молочной железы является еженедельный паклитоксел. Стандартным – это то, что используется, но должно использоваться точно, как минимум, должно являться назначение четырех курсов АЦ или ЕЦ с последующим назначением 12 еженедельных паклитокселов. Современным, если клиника может себе это позволить, это использование все-таки дозоуплотненного режима, использование антроциквенсодержащих и токсансодержащих режимов в интервале каждые две недели. Ну и золотым, с наилучшими результатами отдаленными по выживаемости, является использование дозоуплотненного режима антроциквенсодержащего каждые две недели с последующим назначением 12 еженедельных введений паклитоксела. Если ориентироваться по стадиям, то оптимальным для первой стадии является назначение четырех ТЦ. Мы видели результаты исследования УЗОР, демонстрирующие преимущества. Возможно назначение 4 АЦ, если мы понимаем, что мы не можем обеспечить безопасность проведения режима ТЦ более гематотоксичного. И это та популяция больных, где используется в том числе и режим семеев. Для второй и третьей стадии промежуточного риска, как я уже сказала, должно использоваться последовательное назначение антроциклинов и токсанов в виде 12 еженедельных паклитокселов. Для второй и третьей стадии высокого риска нашим стандартам должно становиться назначение дозоуплотненных, дозоинтенсивных режимов, использующих и антроциклины, и токсаны в дозоуплотненном режиме. Здесь я не привела, потому что у меня не было возможности показать это в каком-то приглядном виде. В интернете недоступно. Единственное исследование в этом году на АСКО было представлено в виде постера, где сравнивалось классический представленный мной режим и дозоуплотненный режим платина-токсановый, кормоплотина-паклитоксела, используемый в виде 18 недель, каждые две недели, где было продемонстрировано, это было рандомизированное исследование третьей фазы, преимущество неантроциклинового режима, кормоплотина-паклитоксела в дозоуплотненном режиме, для больных с трижды негативным раком молочной железы. И если мы посмотрим обновлённые рекомендации НССН, мы видим, что для всех больных, за исключением когорта больных, имеющих размер опухоли менее 5 мм и менее, должна обсуждаться опция адювантной химиотерапии, и предпочтительными режимами являются всё-таки дозоуплотнённые, дозоинтенсивные режимы химиотерапии. Мы сегодня обсуждаем много так называемой постной адювантной химиотерапии для трижды негативного рака молочной железы, который был зачинщиком всей этой темы. Мы имеем зрелые результаты исследования ГРЭД-Х. Мы знаем, что для трижды негативного рака молочной железы достижение полной морфологической ремиссии – это действительно фактор прогноза, определяющий дальнейшее течение болезни. И всем вам хорошо известно исследование, продемонстрировавшее, что для больных когорты трижды негативного рака молочной железы назначение адювантном режиме капицитабина позволило получить значимо лучшие результаты выживаемости этих больных. Но на АСКО, не на АСКО, извините, в Сан-Антонио были представлены результаты уже нацеленного исследования ГИКАМ-ЦИБОМа, которое как раз и должно было ответить на вопрос, нужен ли капицитабин и что даёт капицитабин в адювантном режиме у больных, которые на фоне неодювантного лечения не достигли полной морфологии, опхоли не достигли полной морфологической ремиссии. Ни безрецидивная, ни общая выживаемость существенно в подгруппах не отличались, за исключением одной когорты пациентов, а именно больных с небазальным фенотипом, то есть у которых не было экспрессии базальных маркёров, и у этой когорты больных добавление капицитабина и только у этих больных добавление капицитабина в адювантном режиме позволило существенно улучшить результаты выживаемости. Поэтому, конечно же, когда у нас нету других никаких пока эффективно доказанных опций, мы будем использовать капицитабин в качестве возможного адювантного назначения, но для себя помним, чтобы мы не возлагали на него, на эту опцию, столько надежд, сколько хотелось бы, напоминаю, что это была азиатская популяция исследований CreateX. По результатам панкрупового анализа, ещё раз повторюсь, только выигрыш от капицитабина в адювантном режиме смогли получить только пациенты с небазальным подтипом опхоли. Сроки начала химиотерапии. Этой теме посвящено большое количество исследований. Мне сложно подвести какую-то научную составляющую, почему это так важно, но оказывается, для трижды негативного рака молочной железы сроки начала адювантной химиотерапии и психохирургического вмешательства имеют критическое значение. Об этом нам говорят все исследования, которые проводились на протяжении последних уже почти 10 лет. И вот из последних доступных сведений это опыт клиники в Лиме, который наглядно демонстрирует, что отсрочка начала адювантной химиотерапии у больных трижды негативного рака молочной железы более чем на 30 дней приводит к сумасшедшему достоверному ухудшению результатов отдалённых выживаемости этих больных. Это хозяйки на заметку, надо этих больных стараться начинать лечить адювантно в ближайшие 4 недели после хирургического лечения. Перспективы адювантной терапии на сегодняшний день направлены на особые популяции пациентов, в частности, касающихся БРК-ассоциированного рака молочной железы, люминального трижды негативного рака молочной железы. Этому посвящено идущие исследования, которые заточены либо под БРК-ассоциированные рак молочной железы. Мы ожидаем результатов исследования Олимпия, где алопарип используется в качестве поддерживающего лечения адювантного для больных, ранее получавших неодювантное лечение. И препараты платины, которые, возможно, нам подскажут и дадут улучшение результатов при использовании в адювантном режиме два исследования NRG-VR003 и ЕА-1131. Результатов пока нет. И были представлены в этом году на АСКО первые результаты адювантного применения энзолютамида у пациентов с люминальным трижды негативным раком молочной железы, то есть те, у которых имеется экспрессия рецепторов андрогенов. И оказалось, что назначение дополнительное этим пациентам энзолютамида в качестве адювантного лечения позволяет получить серьезное улучшение результатов безрецидивной выживаемости. Однолетняя безрецидивная выживаемость, представленная в виде постера на АСКО, говорит нам о том, что 94% больных не имели признаков прогрессированной болезни. И большое количество исследований посвящено онкоиммунным препаратам. На этом я заканчиваю. В заключении я скажу только три фразы. Химиотерапия – единственный одобренный к применению вариант системной адювантной терапии трижды негативного рака молочной железы. Предпочтительным считаются варианты последовательного применения антрациклинов и токсанов в дозоуплотненные режимы. Агрессивность терапии зависит от распространенности болезни и от морфологии опухоли. Трижды негативный рак молочной железы является самым исследуемым по типам рака молочной железы. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.